МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Заботишься о безопасности и хочешь знать, что происходит в твоем дворе на парковке или детской площадке? Звони 93 93 93. Интеркомтел. Здравствуйте! Программа Актуальна. В студии Илья Лапшин. Сегодня мы будем говорить об Ивановском центре выявления и поддержки одаренных детей Солярис. Очень мне хотелось сделать этот выпуск, потому что буквально несколько месяцев назад это ведомство, учреждение получило необходимую лицензию на свою работу. И первых воспитанников, посетителей приняли уже в ноябре. То есть всего пару месяцев его работы. Но уже есть хорошие первые результаты. И главный интерес громадный во всем регионе к этому центру. И самое интересное, что от идеи создания такого учреждения до реализации первого занятия прошло фактически всего два года. И я стал следить еще за краткой историей этого центра. И тогда у меня в гостях был Алексей Малыгин, ректор Ивановского государственного университета, который входил в том числе в специальный совет, специальную рабочую группу, которая вообще вырабатывала концепцию этого будущего центра. Потом мы говорили с Леной Юферовой, руководителем университета непрерывного образования и инноваций Ивановской области, которые создавали необходимую базу для начинки вот этого центра. А сегодня у нас в гостях Анна Гусева, уже руководитель и директор Центра выявления и поддержки отдаленных детей Анна Юрьевна. Здравствуйте. Спасибо, что нашли время для этого разговора. Вот сделал такую длинную подводку. Но на самом деле это удивительно. Два года, когда только постановление губернатора. Я не верил, что так быстро получится. Но получилось. И даже не с инфраструктурной точки зрения, а в том, что это надо было придумать и воплотить. А вы сами удивлены были в какой-то момент, когда первые молодые ребята к вам порог переступили, что наконец-то мы заработали? Вы знаете, мы, наверное, удивлены не были, но мы были очень счастливы. Просто мы действительно к этому шли достаточно долго. Мы работали на временной площадке целый год. Нам было достаточно трудно. И когда мы попали в такие прекрасные условия, когда мы наконец смогли в полной мере разместить наше оборудование, мы поняли, что ребята к нам придут очень быстро. Хотя вот вроде чему бы удивляться. Ведь есть великолепный пример. Вот федеральный центр, который сколько? Семь-восемь лет уже работает тот самый знаменитый, да, сочинский и Сириус. Бери как бы, ну, не точное повторение, но какую-то кальку, пусть и в меньших масштабах, перекладывая его на наш регион, на областной центр. Но меня Елена Юрьевна тогда прямо, может быть, если не упрекала, но настаивала, что нет, мы самостоятельно были и в своей концепции, и в реализации. Здорово, что есть старший брат, но нет, мы другие. И это действительно так? Это действительно так, потому что в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» при создании центров и явлении поддержки дарённых детей, они в каждом регионе должны быть созданы, в общем-то, концепцию создания центров вырабатывает регион. Другое дело, что они создаются по модели Сириуса, то есть здесь приблизительно сходные направления, то есть для всех это наука, искусство, спорт, ну, у нас, естественно, доминанты – это наука, меньшее искусство. А почему, естественно? Ну, в общем-то, мы толкались даже изначально от создания первоначальных инфраструктурных наших листов, закупки оборудования, и, в общем-то, изначально мы пошли по тому пути, что у нас большое количество вузов, очень большое количество исследовательских организаций, и у наших детей уже изначально, до этого, был определённый потенциал именно в научных исследованиях и непосредственно в сфере научной деятельности. И поэтому мы решили, что нам нужно именно сделать такой акцент именно на науку. Ведь, кстати, если мы говорим про Сочи, то Сириус, он ведь не только для детей, он ещё громадную работу, параллельную, видимо, или даже дополнительную, он и с преподавательским составом для подобных учреждений в других субъектах проводит, или, может быть, для идеологов в том числе, где ещё нет, но люди хотят. Вы сами были в командировках, вы довольны были туда визитами, или, наоборот, в какой-то момент вы думали, это так круто, это так дорого. Да, у нас здесь тоже очень неплохие деньги, но мы так никогда не сделаем, а хочется именно так. Вы знаете, это, наверное, замечательный вопрос, потому что самое главное, зависть – это, наверное, плохое чувство. И нужно было постараться сделать вопрос даже не в том, что хуже, лучше, а в том, чтобы это было действенно. И когда я вот сама ездила в «Сириус», а я была четыре раза, в том числе и на конференциях, и на фестивале науки и искусства, на программе «Большие вызовы» трижды была, и, в общем-то, для нас, наверное, даже больше интерес представляло не только наполнение, но и непосредственные методики, и, собственно говоря, сами технологии работы с одарёнными детьми. То есть особенно вот это касается их образовательных программ, то есть мы просто старались взять оттуда всё самое лучшее. Непосредственно, конечно, мы удивляли внимание оборудованию, дизайну, то есть мы смотрели именно те направления, которые интересны, которые востребованы. Я просто поняла, что там нет жёстких рамок, которые бы ограничивала образовательная программа. То есть для нас, наверное, действительно больше интересны программы, которые связаны с проектной деятельностью. Это очень интересно, особенно если учесть, что сейчас у нас заключено соглашение со всеми вузами Ивановской области, и уже совместные мероприятия у нас сейчас проходят. И здесь в данном случае, что хорошо, это действительно выходит далеко очень за рамки просто простой такой вот образовательной программы, когда ребёнка чему-то учит по образцу. То есть это полноценная программа погружения именно в науку, когда дети, они реально разрабатывают востребованный проект. То есть это командная работа, и в данном случае они распределяют роли в проекте. Они ищут решение какой-либо проблемы. Причём эти проблемы, в общем-то, перед ними выдвигают ведущие наши научные структуры. Это могут быть и космические технологии, и нанотехнологии, и новые материалы, и передовые производственные технологии. То есть это вот самое главное, то, что потом будет востребовано. И регион разрабатывал концепцию. Регион звучит красиво, но совсем непонятно. Регион – это кто? Непосредственно в разработке концепции нам помогали наши эксперты. То есть есть экспертный совет, который помогает, в общем-то, и разрабатывать программы. То есть они, в частности... Это местные люди, да? Это местные люди, да. Но это, как правило, представители высшей школы, то есть либо представители бизнеса, которые тоже могут принять в этом участие. То есть, в общем-то, это люди, которые всё понимают в этом направлении, в каждом конкретном. Здесь я не сомневаюсь. Вы их просили или заставляли, или как-то руки выкручивали? Нет, безусловно, мы их просили. То есть состав экспертного совета, конечно, он утверждается. И в данном случае здесь они очень нам помогли, посоветовав взять то оборудование, которое может действительно дать серьёзный прорыв. Ну вот как мы сейчас говорим о больших вызовах. Большие вызовы они во всём, в том числе и в развитии образования и науки в регионе. И, конечно, мы долго... Ну, просто подобрать оборудование по такому широкому спектру направлений, которые изначально были выбраны... То есть не те подходы. Берём самое красивое, самое лучшее, насколько позволяет бюджет. Берём самое полезное. А полезное определяли всё-таки, да? Конечно, полезное определяли специалисты, которые понимают, что можно с этим делать, как можно с этим работать. И получилось достаточно хорошо, потому что действительно то оборудование, которое мы приобрели, его приобретают далеко не все центры. Некоторые идут по такому более простому пути, то есть они распыляют эти средства, и в конечном итоге у них не получается полноценных лабораторий. То есть это исследовательское и лабораторное оборудование? Да, это исследовательское и лабораторное оборудование. У нас уникальное оборудование для обучения предметным, олимпиадного обучения. Но, в общем-то, его можно использовать практически везде, и в проектной деятельности, и в олимпиадном подготовке. Но, в частности, по физике у нас очень качественное оборудование, у нас дети с удовольствием занимаются. Такое же оборудование по химии и, в общем-то, биологии детям очень нравится. Не было ли в какой-то момент, что, ну, может быть, там группа преподавателей какого-то конкретного Ивановского вуза, да, которая помогала вам с выбором необходимых наименований того самого оборудования, которое вы обсуждали, и вот когда у вас уже в центре происходила, как это сейчас модно говорить, распаковка этого, эх ты, какое оно, у нас даже такого в вузе нет. Анна Юрьевна, может быть, я группу студентов хотя бы на лабораторку банальную к вам приведу? Не школьников, которые к вам придут, а своих студентов. У нас такого и рядом нет. Безусловно, конечно, такие факты были. И у нас, в общем-то, ничего невозможного нет, потому что в данном случае здесь, наверное, нельзя проводить такую вот какую-то очень резкую границу между ребёнком и студентом. Во-первых, ребёнок – ребёнку розни. У нас есть ребята, которые уже очень успешно выступают, являются победителями больших вызовов. У нас такие есть. В прошлом году у нас было таких в регионе три, и семь человек у нас попали на программу. В позапрошлом году у нас было таких пять детей, десять детей попало на программу. То есть для нашей сравнительно небольшой Ивановской области это прекрасный результат. И, в общем-то, студенты, они могут очень хорошо помогать детям в совместных исследованиях. То есть ничего невозможного нет. Эти исследования могут быть совместными. Для этого даже предусмотрены специальные проекты, в том числе и в образовательном центре «Сириус». Есть, например, такой замечательный проект, который называется «Сириус лета. Начни свой проект». Когда наставниками детей выступают студенты, магистранты, аспиранты, и они совместно с детьми выполняют какую-то задачу, которую выдвигает уже непосредственно бизнес-партнёр. Одарённые дети. Семья понимает, что у них ребёнок действительно, если не одарён, то очень талантлив, и начинает менять свою стратегию его будущего, как бы это ни звучало. Если раньше дискуссия в семье была такая, главное сдать хорошо экзамены, главное поступить вообще в какое-то высшее учебное заведение, то потом аппетиты, и совершенно понятно, они, конечно же, приходят, ребёнок показывает результаты, и уже не просто хорошо, а на отлично на те самые пресловутые 300 баллов нам сдать экзамены, потому что это не просто вуз, а престижный вуз, и всё время, вся стратегия уже поведения семьи, она ради этого ребёнка или детей начинает выстраиваться. И тут появляетесь вы, появляетесь вы, которые никогда не ставили никакой задачи натаскивания на ЕГЭ, а это как раз вот наука дополнения знаниями. Но вам может сказать такая, знаете, активная мама, позвольте, у меня есть расписание для своего ребёнка, если бы вы его натаскивали на ЕГЭ, я бы его туда повела, потому что нашла бы времени вот в его жёстком расписании. А наука, ну, у него будет время, он, может быть, сам найдёт для себя знания. Или это не так работает, я себе домыслил, а на самом деле всё это совершенно иначе? Вы знаете, наверное, это решает каждая, конечно, себя сама, но в данном случае здесь действительно есть определённые ножницы. Многие родители, они считают, что самое главное – это успешно сдать ЕГЭ. На самом деле это не совсем так. Вот я могу сказать просто из личного опыта, поскольку я являюсь действующим педагогом, ну, так сказать, играющий тренер, и я могу сказать, что очень часто дети, которые углублённо занимаются научными исследованиями, они далеко не всегда прекрасно сдают ЕГЭ. Вот именно, да. Да, потому что они занимаются несколько иным. Но эти дети впоследствии при поступлении в ВУЗ, даже в любой, не обязательно в самый престижный, они могут потом развиться гораздо сильнее и успешнее, чем дети, которые просто были натасканы на ЕГЭ, потому что это большая разница, достаточно серьёзная. То есть, ну, как у нас говорят часто, что иногда гораздо успешнее бывает троечник крепкий, чем отличник. Ну, здесь не так, но суть понятна, конечно. Да, суть такая. Слушайте, смотрите, я вам верю. А верят ли вам родители? Вы знаете, верят, конечно, не все, но здесь ситуация такая. Дело в том, что, во-первых, олимпиадные движения, оно тоже даёт определённый лифт вверх. Да. Потому что это, если это победа на всероссийском этапе, это гарантированное поступление в ВУЗ и 100 баллов за ЕГЭ. Да, даже так, да. Даже так, да. А не дополнительные просто баллы. Да, перечни в олимпиады, то же самое, те, которые входят в перечни Министерства просвещения, Министерства образования и науки, они также дают существенную прибавку в баллах. Например, такой конкурс, как «Большие вызовы», он тоже даёт до 10 баллов к ЕГЭ. Это очень серьёзный конкурс первого уровня. И, в общем-то, они, конечно, тоже востребованы. Но здесь даже дело не в этом, а, наверное, в том, что ребёнок понимает, чем он хочет заниматься. То есть есть дети, которые ориентированы непосредственно либо на научные исследования и хотят этим заниматься в дальнейшем, либо какими-то серьёзными промышленными разработками. И это, в общем-то, путь к успеху немножко иной. То есть это не просто хорошо сдать ЕГЭ. Конечно, оптимальные ситуации, когда они занимаются и тем, и тем. Но это, как правило, история не очень часто встречающаяся. Хотя есть и такие истории. Вы согласны, что мы сейчас дискутируем, знаете, по теме, а идёт ли от кого-то запрос или наоборот, запроса мы так и не дождались? Ну, потому что люди просто семьи, да, там 10 лет назад его боялись, может быть, так вот сформулировать. А раз тишина со стороны, ну, как бы получателей ваших услуг, да, то мы сами знаем, как сделать. А потом вот запрос, он появится чуть позже, потому что люди увидят, что возможность такая есть. И реакция, соответственно, последует. Здесь, пожалуй, знаете, запрос, он действительно, наверное, индивидуальный для каждой семьи. Они сами это формулируют. Но наша задача, в общем-то, и для родителей донести, что их детям это нужно. Потому что в противном случае очень часто родители настаивают даже на выборе вуза детьми и выборе даже, скажем так, его дальнейшей профессии, дальнейшем направлении. А ребёнку эта история совершенно неинтересна. И вот в этом случае, в общем-то, ребёнок, он, скажем так, просто не будет счастлив, ему будет плохо. И вот бедные дети, они страдают, они занимаются в тех объединениях, которые им не нужны, изучают те предметы, которые им неинтересны. Сейчас ещё стоит отметить, наверное, то, что есть такое направление, как сейчас идёт ранняя профилизация, есть же профильные классы. И иногда мы вот за этой ранней профилизацией упускаем то, что многие предметы взаимосвязаны. Вот, кстати, мы говорили про предметы естественно-научного цикла. Например, не может быть физики без химии, химии без физики, и биологии без физики, и химии не может быть. То есть мы старались построить программы так, чтобы они были междисциплинарными. Это действительно правильно, потому что в дальнейшем просто даже если они успешно сдадут экзамены, они не смогут дальше развиваться. Потому что они приходят в ВУЗ, а вот там-то программы как раз, большинство программ являются междисциплинарными. И там детям очень тяжело потом. Смотрите, вот конкретный какой-нибудь, скажем там, учебный курс или раздел для тех сессий, которые вы упомянули, пусть там весенние скоро наступят, потом летний, она формулируется каким-то конкретным одним ВУЗом. И это обязательно должно быть разработка. Я не называю это учебным планом. Скорее все-таки здесь будет правильно образовательный какой-то контент. А группы преподавателей? Или вообще с инициативой может выступить, если мы говорим о высшей школе, и даже не о молодых, скажем, еще, может быть, аспирантов, уже стоявшихся преподавателей, вам может разработать идею один человек прийти, но вы будете вместе с ним обсуждать, а надо ли это вам, а надо ли это детям, в конце концов. Да, обсуждать мы, конечно, будем в любом случае. То есть тут тоже защита должна быть какая-то, я имею в виду, разработчики своего проекта. Да, конечно, конечно, безусловно. Но вот я хочу сказать, что, например, тот же образовательный центр «Сириус», когда они проводят ряд программ, они просто проводят конкурс. И как раз участвуют ведущие ВУЗа России, которые предлагают свои программы, и далее они уже очень часто выбирают какую-то из программ. Ну, в общем-то, здесь понятно, что круг разработчиков, он тоже достаточно такой широкий, поэтому здесь, наверное, выбрать лучше – это действительно правильно. У нас немножечко другой подход. Мы пока используем оба подхода, и тот, и другой. У нас получается, что ряд программ, у нас, в частности, интенсивных программ, которые включают несколько дней, это те программы, в которых могут принимать участие дети из муниципальных образований. То есть не только из города Иваново, но и из муниципальных образований. И в данном случае, вот, например, у нас в этом году прошло две смены, которые были разработаны исключительно в ВУЗами. Одна – это смена «Химтехскул», которая у нас проводилась совместно с Химико-технологическим университетом. То есть она была направлена именно на разработку проектов под конкурсы «Большие вызовы» непосредственно, конкурс «Вернадского». То есть сейчас ребята могут реально уже свои проекты сейчас их представить. И вторая школа такая же у нас была проведена в осенние каникулы, это совместно с Энергоуниверситетом. Она у нас носила название «Пауэртехскул», то есть немножко по-другому называлась. Но никак у нас, к сожалению, английские названия из нашего лексикона не уйдут. Наверное, ещё очень долго. Но детям они нравятся, поэтому мы пока их оставляем. И, в общем-то, вот эти две программы были разработаны совместно. Что касается программ, скажем так, олимпиадной подготовки, олимпиады – это достаточно серьёзно, они стоят в рейтинге у всех регионов. То есть у вас есть такое, скажем, направление – олимпиадная подготовка? Олимпиадная подготовка есть. Вы его считаете важным, вы его не стесняетесь, вы считаете, что оно должно быть. Мы его абсолютно не стесняемся, просто по одной причине. Во-первых, показатель участия и результативности в олимпиадах является показателем эффективности деятельности центров, то есть он обязательно учитывается. И в том числе он учитывается при оценке, в общем-то, даже и, собственно говоря, эффективности деятельности региона. То есть в данном случае это тоже учитывается. Но для нас даже важно не это, а то, чтобы наши ребята действительно достойно выступали на олимпиаде. Это наша задача им помочь. И мы это делаем. И вот в данном случае мы стараемся, чтобы у нас программы были выстроены таким образом, чтобы, например, если взять ту же биологию, чтобы специалисты, непосредственно которые лучше всех знают это направление, этот предмет, именно они вели какую-то часть этого курса. Вот сейчас, пока мы с вами говорим об интенсивных программах, у нас есть ещё регулярные программы, там немножечко другая история. То есть это ребята приходят практически на полный год. То есть, ну, в частности, мы начинали вот в этом году чуть-чуть попозже как бы набор. Но у нас так вот достаточно успешно всё получилось. Но иногда здесь ещё нужно посмотреть вообще мотивацию ребёнка, то есть нужно ли ему это. И, как правило, ну, у нас пока отсева нет. Почему он вообще пришёл? Потому что опять, как мама говорила, ты пойдёшь вот в этот узк, и ты должен сюда. Да, ты придёшь и будешь тут заниматься. Это неправильная история, потому что если... Самое главное – это желание ребёнка. Если у него мотивации нет, мы можем выворачиваться наизнанку. А вы уже понимаете за эти пару-тройку месяцев, что иногда и не бывает этой мотивации. Вы знаете, у нас пока такого не было. Вот именно после начала работы именно в этих стенах, в новом центре «Солярис», у нас такого не было. У нас дети все, вот в частности, когда зимняя школа была, это были горящие глаза у всех детей. Ну, начнём с того, что у них не было у многих возможностей работать реально с таким оборудованием. То есть олимпиадная подготовка, ведь она предусматривает не только теоретические знания. То есть это не только лекции, не только просто решение каких-то заданий, это непосредственная работа с оборудованием. Практически во всех олимпиадах есть практический тур, то есть помимо теоретического этапа. А, ну и специфика, я имею в виду, наполнение самих олимпиад уже меняется. И многие ребята, они просто в восторге именно от того, что у них есть возможность поработать с этим оборудованием. Ну вот у нас, например, яркий пример. У нас создателем программы по химии в этом году, вот олимпиадной подготовки по химии, Фомина Надежда Александровна. Она является сотрудником Института химии и растворов имени Крестова Российской Академии Наук. Кроме этого, она еще также действующий педагог, учитель. И, в общем-то, она выстроила программу таким образом. У нас дети просто были в восторге. Они говорили, да нам проверки в школе не давали. Мы ее не видели, мы не держали в руках ничего. То есть некоторые даже не могли пользоваться весами. То есть даже такая ситуация была. И мы не говорим уже там про какие-то специальные... Охотно опять вам верю, я не сомневаюсь в вашей искренности. Но вы предполагаете, что может быть действительно от усталости, от того, что к вам попадут случайные ребята, да, ну как бы это вот ни звучало, опять же, без мотивации, по научению родителей там, да, или, может быть, просто поинтересоваться, а что это такое, да. Ведь надо расставаться, как бы это ни звучало, да. У вас уже вот эти вот технологии. С кем? Говорить с ребенком или в надежде, что если он не понимает, ему становится скучно, он отвалится сам там, да. Или уже все-таки говорить с родителями там, да. Давайте вы год отдохнете, вы все-таки поймете сами, нужно ли это вашему ребенку, где-то его подтянете, а потом добро пожаловать. Вы знаете, здесь, конечно, может быть несколько путей решения. Во-первых, конечно, можно поговорить с ребенком, понять причину, почему у него перестали гореть глаза. В частности, они могут перестать, если он просто не выдерживает такую нагрузку. В этом случае есть разные варианты. У нас ведь есть не одна группа детей иногда по направлению, в частности, например, по физике. Вот у нас есть такая большая достаточно программа хорошая, то есть у нас три группы. И, собственно говоря, можно просто посмотреть, переведя ребенка в другую группу, которую, например, может быть, ведь педагог, он может смотреть и, собственно говоря, поменять наполняемость этих заданий. Если ребенку очень сложно, и он просто не тянет эту программу, он просто не выдерживает вот этого уровня, ему просто станет неинтересно. И, кстати, есть обратная история. Если ребенок, наоборот, очень, скажем так, уже подкован по какому-то определенному направлению, у нас такие дети есть, у нас есть дети, которые по 5-6 раз уже были в Сириусе, и, конечно, им нельзя давать именно тот же материал, как бы и с ними общаться на том же языке, но с которым мы просто с ребенком общаться, который только пришел. То есть понятно, что в данном случае у тех у них будет просто выгорание, потому что они будут сидеть, ничего не понимаем, а у тех будет совершенно другой противоположный эффект, им будет просто неинтересно, потому что это уже не их уровень. То есть вот здесь вот как раз это наша задача, как организатор, скомплектовать группу таким образом, чтобы детям всем было комфортно и интересно. И найти такую возможность всегда можно. Я еще шире возьму. Все-таки вы же не должны, вот уж так образно скажу, превращаться в таких, знаете, золотоискателей, когда вот там тонны руды проходят через вот эту вот речку или напор воды, которых вот так вот вас можно представить, назвать, вот вы воронка там, да. Я же не думаю, что у вас каких-то там статистических отчетов, а я знаю, что вы их обязаны готовить и отчитываться кое перед кем там, может быть, даже перед федеральным центром в том числе. Там же нет вот этой вот цифры. Нам за год удалось охватить своей деятельностью. Я не знаю, вы сказали мне, через год, за год у вас 18 тысяч пройдет там, да, а потом нам надо бы 36 или 44 тысячи. Нет, это, наверное, неправильно. И дай бог, что из 44 тысяч, например, в какой-то перспективе мы найдем 400, ну, действительно, каких-то гений. Не надо идти по такому пути. Это же ведь, наверное, тоже и растраты ваших собственных внутренних ресурсов при такой подходе. Вы знаете, воронка, в принципе, она действует точно так же, как во всех, собственно говоря, центрах, в том числе и Образовательный фонд «Талант и успех». Они примерно по такой же схеме работают. Это нормально тоже, да? Это не совсем так, потому что здесь есть несколько иная позиция. Сначала во многих центрах идут дистанционные программы, то есть это дистанционный курс обучения. Далее ребята сами... Механизм отсечки. Да, механизм отсечки. Дальше дети выявляют определенные, например, выполняют определенные задания, и далее они уже зачисляются на какую-то программу. То есть такой путь тоже возможен. То есть, в принципе, но он реально... Это дело вкуса, что ли, получается? Да, не совсем дело вкуса. Это просто больше, наверное, ну, это неплохой механизм выявления. То есть потому что мы можем их просто потерять на каком-то этапе. Вот здесь, кстати, очень важна роль учителя и родителя, в том числе, и классные руководители. Потому что кто, как не они, могут сказать, в чем ребенок действительно талантлив. Потому что даже начальная школа, особенно вот это очень важно, мы сейчас будем планировать несколько программ для, в том числе, для начальной школы. Это очень важно, чтобы нам не потерять этих талантливых деток на вот этом уровне. Но здесь не совсем воронка. Здесь, наверное, просто это широкий охват для того, чтобы именно не потерять и выявить этих детей на каких-то ранних этапах. А так, в принципе, можно сказать, что работая индивидуально с каждым ребенком, вот для нас важно выстроить индивидуальную траекторию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова